Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Я сегодня записываю очередной видосик. Сегодня у нас видео по аккаунту на армии. Сегодня мы купим комплект хищник. Затестируем его, посмотрим вообще, как он будет себя вести в бою. Нагибает он, не нагибает. Попытаюсь вам рассказать его плюсы и минусы. В каком режиме можно на нем нагибать, в каком лучше вообще, в принципе, играть. Стоит ли его покупать, не стоит покупать. В принципе, все это вы сможете узнать в данном видео. Поэтому, я думаю, сейчас мы купим данный комплект. У меня на этом аккаунте как раз-таки 179 тысяч кристаллов. Кристалликов у меня на комплект скопилось с контейнеров неплохо так. Купили мы комплект. Вот он такой вот у нас жесткий есть. Сменим сейчас красочку и погоним в бой. Оденем мозаику, вот такую вот жесткую или мяту. Давайте мяту оденем. Хантера Гром М1. Что я могу сказать по пушке? Пушка, безусловно, на данном звании жестко нагибает. Ну, а по корпусу у меня Викинг имеется. Поэтому, если сравнивать корпуса Хантера и Викинг, то я бы, в принципе, отдал бы свое предпочтение именно-таки Викингу. Все-таки это более устойчивый корпус и более быстрый, я бы так сказал. Но, если сравнивать его по массе, то массы у Хантера больше. Но, в принципе, данный корпус я назвал бы коробкой. В принципе, его так всегда все и называют. Ничего он такого не делает сверхъестественного. И, в принципе, за счет этого и получает такое название. Но, зашли вот мы на такую карточку. Рио ЦП попробуем сейчас сыграть, понагибать. И посмотрим вообще, как он себя будет вести. Что касается урона, то могу сразу сказать, что Гром с ДДшки М1 ваншотит у нас Васпиков. То есть, если сейчас его у нас в катке тут будет, какие-нибудь Харьки Васпики. Постреляем. 1200 урона с ДД наносит по без ДА. О, два выстрела. Хорошо. Окей. Сейчас я тут смазал, конечно. Некрасиво. При этом у нас, ребята, еще при этом комплекте у нас дали резист от Грома 15%. При том раскладе, что сейчас Гром у нас апнули в игре. Громов на таких званиях очень много. И фрезы у нас есть. То есть, у меня есть резист от фреза. И есть резист как раз-таки от Грома. В принципе, в этом плане очень-таки круто, что у меня есть резисты. Потому что, сами знаете, что резисты у нас играют очень-таки важную роль в нашей игре. Покаточки мы пока сливаем. Пушка, я бы не сказал, что так прям жестко подходит к данному режиму. Все-таки здесь надо сближаться на Громе, чтобы сближаться. У меня тут не получится забирать точки. Попробуем тогда поиграть вот от правой точки D. Посмотрим, что у нас здесь выйдет. Ну, а пока я пытаюсь тут нагнуть смоку. Хотелось бы сказать, что если вам понравится, ребята, данное видео, то пишите обязательно в комментарии. Снимать мне данного плана вообще ролики. Всякие там тесты комплектов, не знаю, что там лучше по устройству может рассказать. Какой-то топчик сделать по пушкам. По моему мнению, какие пушки нагибают. Что-то вот этого рода, ребят. Напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Стоит ли вообще записывать данного плана ролики на моем канале. Потому что роликов, по сути, выходит сейчас не так много. Ну, а что-то интересное, что вам нравится, я бы с удовольствием, ребятки, записал. Бой у нас проходит так напряженно, я бы сказал. Мы не можем никак забрать правую точку. Вернее, я ее не могу забрать. Все постоянно на нее рашу, рашу. Но ничего у меня пока не выходит. Урон наносит пушка довольно-таки хороший. Но я бы сказал так, что данная пушка была бы актуальнее на какой-нибудь большой карте. Ну, а на этой карте я бы на том же фризе, наверное, набивал бы больше. Ну, это, конечно, спорно. Но я так думаю, что можно было бы на данной карте набивать и побольше на другой-таки пушечке. Так, два выстрела я смазываю, как вообще рачок какой-то. Ну, ничего страшного. Давайте сейчас попробуем слить данного грома. Урон очень слабый проходит, а пулемет меня уже засаживает. Пулемет отправляет на респ. Опять летим. Попробуем давайте сыграть с левого фланга, как говорят у нас, с пляжа. Вот, и, кстати, Харек М0, который уходит с одного выстрела. М0 Харек у нас ваншотится. И в этом плане очень-таки четко, что можно с одного выстрела уносить корпус. Если вы играете, например, в каком-нибудь режиме ДМ, то это очень-таки хороший вам бонус по киллам. Или, там, не знаю, там, в Джиггернауте каком-то так же самое. Если вам надо киллы, если вы за этим боретесь, то данный комплект в данных режимах будет нагибать, безусловно. Ну, а что касается грома, безусловно, пушка сейчас не падает с уроном на расстоянии. И в этом плане тоже ничем не уступает смоке. Даже, я бы сказал, лучше намного, чем смока. Потому что и урон больше, и на расстоянии урон у нас не падает. То есть при дальности у нас все хорошо остается. И в этом плане пушка одна из самых нагибающих. Единственное, наверное, по дальности, может быть, лучше будет рельса. Ну, а так, если сравнивать ее со смокой, то я бы точно отдал бы предпочтение по нагибу. Отдал бы, конечно же, данной пушке, данной пушке нагибаторскому грому. Так, в катке у нас осталось 5 минуточек. 5 минут для нагиба. Каточку мы пока сливаем. Надо бы попробовать как-то зацепиться за их респаун. Как-нибудь в этой зоне сыграть. Как раз таки вот у нас тут один хоречек М0 респится. Не ваншотнул его, потому что дал сплэшам по низу. Так бы ваншот бы тоже прилетел. Попробуем где-то вот здесь засейвить. Не знаю, получится у меня засейвить эту зону или нет. Хотя бы данную точку поконтролить на таком вооружении, я думаю, вполне реально. Так что, ребят, если у вас есть кристаллики и у вас не такое большое звание, то, в принципе, данный комплектик я бы вам посоветовал приобрести. На данном аккаунте я покупал пару комплектов. Первый комплект был «Вас Посмока», не помню, как он называется. Второй был «Викинга Фрис М1». Вот сейчас я купил себе уже на данный аккаунт третий комплектик. И, в принципе, думаю, что данная пушка и данный модуль мне точно лишними не будут. Я прокачаю эту пушечку до М2, то есть с М1 до М2. И посмотрим вообще, что она будет из себя представлять в М2 модификации. То есть с М1 в полной прокачке. Как-то так. Пока меня Гром пытается нагнуть, я прожму овердрайв. Попытаюсь его всё-таки слить. Ещё аптечка у меня имеется. Видите, что он очень-очень долго умирает. Никак мне его не слить. Перезарядка, конечно, ребят, у нас медленная. Что касается перезарядки, ничего такого быстрого у нас нет. Но первое место в катке я держу. Значит, пушка, в принципе, даёт возможность для нагиба, даёт повод занимать первое место точно в таких катках. Это реально. До конца боя у нас остаётся 3,5 минутки. В принципе, в каком бы режиме я, ребят, вам бы посоветовал и на каких картах посоветовал бы играть на данном комплекте, я бы сказал, это лучше карты дальнего плавания, можно так сказать. То есть большие карты, где можно разогнаться, где можно постоять, покемперить. Если это катки ММ, матчмейкинга, то я бы вам посоветовал бы поиграть на Бресте, на той же Бойне, тот же Трибют даже подошёл бы, там тоже можно так красиво сыграть от какой-нибудь Кемперки. Но, что касается именно Рио, на Рио это очень как бы спорно, да, безусловно, здесь можно как-то сейвово сыграть, но, в принципе, я думаю, что тот же Фриз бы на данной карте не уступал бы по очкам Грамму. Поэтому как-то вот так. По сути, конечно, всё зависит от вашей прокачки, от ваших рук, можно так сказать. Но я бы в своём стиле бы, в своём стиле игры, я бы предпочёл Фриза всё-таки, на данной карте. Что касается по режимам, ребят, то, безусловно, я думаю, если это большая карта, то в режиме ДМ, ой, как плохо, сейчас я падаю, минус. В режиме ДМ точно можно играть на нём, в той же ЦП. Ну, в принципе, все большие карты, они приемлемы, но, если вы играете на флажках и вы нацелены на флаг, то, думаю, что Гром, в принципе, в этом плане бы уступал какой-нибудь пушке ближнего боя, тому же Твинсу, либо Продум, Фризу, Жиге. В этом плане вы бы погорели. То есть, если вы любите возить флажки, а не стоять где-то кемперить, то данный комплект для вас, ребят, я думаю, не подойдёт. Всё-таки при борьбе, например, на близкой дистанции, то вы будете, безусловно, проигрывать, потому что будете наносить урон по себе. Ну, а мы в данное время сливаем катку по полной программе. Давайте попробуем как-то всё-таки выиграть её, что ли. Давайте попробуем забрать хоть какие-то точки, а то у нас полторы минуты до конца боя, и мы сливаем уже в шесть точек. Одну точку я забираю, но, походу, я долго её не удержу. Да, мне сливают тоже. Говорят, отойди, братишка, ты здесь ничего не сделаешь. Ну, как-то вот так вот получается. В принципе, всё, что я хотел рассказать по данному комплектику, я уже сказал. Все его плюсы и минусы, то есть, безусловно, это плюс, конкретный плюс. Это то, что вы сможете на большом расстоянии наносить колоссальный урон, потому что у нас с расстояния урон у нас не падает. Ну, а что касается минусов, то главный минус, я бы сказал, то что это сплэш-урон, который вы будете дамажить именно себя, если будете играть на маленьких дистанциях, вот, например, на такой дистанции, если вы будете играть, то вы будете наносить урон по себе. То есть, вам постоянно надо откатываться, постоянно надо маневрировать как-то, чтобы наносить по себе как можно меньше урона. В этом, в принципе, я думаю, и есть главная проблема данной пушки. Если бы не было этого, таки, самоурона, данная пушка бы вообще могла быть одной самой лучшей в игре, в принципе, при таком уроне, который она сейчас наносит. Очень-таки колоссальный дэмэдж проходит, поэтому, конечно, в этом плане очень-таки крутой комплектик. Ну, а, в принципе, данный бой подходит к концу, и данное видео мы тоже будем, ребят, заканчивать. У нас сегодня, ребят, последний день войны, война у нас уже заканчивается, как-то так она у нас прошла. Безусловно, есть по войне у нас свои плюсы и минусы, но, в принципе, данное видео у нас подходит к концу. Если оно вам, ребят, понравилось, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Обязательно, ребят, жмите на колокольчик, если он у вас не прожит, чтобы быть в курсе всех событий, чтобы приходить вовремя на стримасики, которые тоже у нас проходят очень часто. Если вы на них не ходите, то обязательно приходите, там весело, интересно, можно и подзаработать контейнеров, кристаллов, ну и вообще, в принципе, провести очень-таки хорошо время. Ну, а на этом данное видео, ребят, подходит к концу. Всем спасибо, кто его посмотрел до конца. Всем удачи и всем пока, ребят.